всем привет завтра я еду в италию и сейчас начинается мой любимый процесс это сбор сумок у меня всегда это вызывает очень много восторга и радости в общем задача уместить вот я эту куртку купила в second hand где-то два-три года обратно я не знаю что это за фирма и это просто шикарная куртка в эти карманы помещаются помещается зонтик чтобы и можно вовнутрь что-то положить и сейчас я планирую положить всякие носки трусы в эти карманы я пыталась придумать как как мне поместить все что я хочу и я одела одну куртку поверх другой и это так круто смотрится это даже капюшон есть в общем я помылась прибиралась немного мне так очень нравится вот типа наводить порядок дома перед поездкой мыться намываться вот собрала вещи и завтра встаю в 6 утра чтобы сесть на сначала автобус потом поезд потом автобус и я в аэропорту вот так вот до завтра наступило утро я быстренько собралась позавтракала конечно же присела на дорожку и выдвинулась в путь дорога была длинная я ехала одна поэтому немного переживала сначала мне нужно было доехать до центра эндховена двумя поездами и уже оттуда на автобусе доехать до аэропорта вот я переживала но все оказалось достаточно просто и я также в аэропорту нашла идеальные очки которые хочу заказать в черном цвете в общем по каждого самолет смотрела на раму и в целом полет прошел гладко я летела до аэропорта в пергаму и просто уже сразу когда я вышла самолета я была в восторге от гор вокруг такая красота все таки как я люблю италию кое-как нашла автобус до центра миланы за 12 евро доехала меня встретила вода давно я не видела очень-очень рада что мы так смогли встретиться и пошли гулять до дождя мы успели немного пофоткаться и прямо у кафедрала есть потрясающее место с пандеротти божий они мне теперь снятся насколько они были вкусные немного прошли есть через толпы людей в галереи и тория аммануэля она безумно красивая вот денег конечно же мы там не тратили но полюбоваться очень стоит того вы не чеши ухо но у меня не так как в в в в в в в в Вечером мы вышли погулять и заодно зашли в магазин, чтобы купить продукты в дорогу на завтра. Мы вот ищем скидку. Чао рогатси? Чао рогатси. Я не знаю, что это значит. А дождь идёт, а дождь идёт. Типа песня по констатации факта. Да-да-да. Ах, что-то видно. Бурные студенты, которые путешествуют. Я купила матрас, который мне сейчас нужен над дозертом. Удачи мне. Короче, девочка предложила использовать пылесос, который типа трубку, которая выдувает воздух. Мы за три секунды надули матрас. I'm sorry. Три секунды? Пожалуйста, пользуйтесь, потому что это даже лучше, чем использовать... Как это называется? Я тоже. Я вставлю слово. Итак, на второй день мы отправились на озеро Кома. И маршрут придумала Вада. Он получился просто невероятным, так что делюсь. На центральной станции Милана мы сели на поезд и поехали до озера Кома. И очень рекомендую взять дневной билет. Он стоит 17,50, чтобы потом вообще не думать о транспорте. Мы едем на поезд и мы сели на... Боже, что это за вид? Что это такое? Потрепленная какая-то я. В общем, мы сели на поезд, который едет в Швейцаре. Вот. Но мы едем на Кома. Вот сейчас 7,40. Мои такие ранние, ранние пташки. Потрепленные немного. Ну ничего. Так вот. Вот такой поезд. Тут туалет. Боже, как в Швейцарии просто. Очень красиво. Лизея нету. Я очень давно хотела посетить озеро Кома. И уже с первых видов у меня просто перехватило дыхание. Музыка. Музыка. Покуская. Музыка. Мы... что это, девушки? Пробежали. Я не пила. Мы не пили, мы бежали. Мы пробежали, пробежали всё, Homo, чтобы успеть на автобус. Оказалось, что мне идёт с той станции, в которой мы планировали. Это было написано, если сейчас мы становимся на той станции, я буду очень злая. Италия. Да, но мы и так быстро бежали. Мы на ту лестницу забрали за 30 секунд, наверное. Ну я просто ноги сводила, когда я через что-то перепрыгивала. Вся крупная злая. Слышали. В общем, да, мы сели на автобус на центральной станции Кома и поехали до городка Лена, где находится одна из самых красивых вилл. Зашли в местный супермаркет, чтобы изучить продукты и купили свежий яблочный сок. Мы вот идём. Да? Чуть-чуть отдышечка, но мы и справляемся. Да, вот так в осенье, вот так письки поют. Вот бамбук растёт. Вместе с пальмами. Бамбук, пальми, сосны. Просто комбо. Всё собрали, всё собрала Италия. Вот так вот мы идём. Да? Я специально руки поковыряла, чтобы ты заснял. Слышишь? 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 Она очень красивая. Мы достали на этой вилле азиатскую свадьбу и у нас депрессия. Такая красивая. Они просто такие лапочки-два. Мы купили такой сок в местном магазине И вот с таким видом Сейчас будем его пить Билеты Влада купила заранее На определенное время На 12 часов И мы были очень рады, что успели на тот автобус Потому что следующий был только через Час или полтора И мы бы не успели на то время, на которое купили билеты В итоге мы приехали к полдвенадцатому И нас даже пустили раньше Чему мы были очень рады Так как в 12-15 где-то начался дождь И мы очень хорошо успели погулять В хорошую погоду по этой вилле В общем, мы вышли с этой потрясающей виллы Ваше впечатление? Ой, я не поняла, что это вопрос Вилла Снокшибати Очень-очень красиво Рекомендую 10 из 10 Ну, конечно, больше рекомендую, если вы студент до 26 лет Да, а то И дальше 20 евро А так 10 Плюсы быть студентом Хочется какой-то плюс От виллы мы потопали по пешей тропе до городка Менаджо Батуа это норм, а мне нет Что это такое? Что это такое? Девы двое в голову Во все Стоил мой хейдопо в другом О, ну с каким видом идем, конечно Не, не получится Не получится, ладно Вот мы остановились присесть С таким вот видео Просто Я пытаюсь присесть Присояю Моя Девушки Присояю Моя 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 hahahaha Мы были вот там Мы прошли вот так 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 сюда вот так вот девушка у на пора сёл Так? Да Тогда, которая обсуждала весь гриб это было бы так ну горы ну нормально а а так красиво это тоже один из одна из вилл такие сады имеет но мы туда не пойдем идем вдоль побережья скоро дойдем до нашей цели а мы вообще нашли сейчас я покажу куда нам в тот дом убрать с кем автобус потому что дороги дальше нет просто google предлагает идти по трассе вот по такой обочине там ее нет буквально да просто машины несутся по серпантину так что мы выбрали автобус ну если он приедет это италия детка вот видочек с остановочки доехали доминаджио доминаджио мы не были долго где-то полчаса там сели на паромчик и доехали до города беладжио тогда уже стало еще больше моросить но беладжио очень красивый городок по нему тоже можно было бы подольше погулять но мы быстренько прошлись и сели на поезд чтобы поехать обратно в милан доброе утро сегодня третий день у нас план пойти выгулять по милану и на три часа у нас забронирована сараса даже завещали чайно там вот короче я думаю находим много вечером пойдем поедим короче будет очень интересно вообще по милану под владиным руководством не ездила зайцем только платила в метро так как тут в принципе не сильно проверяют но в любом случае надо быть осторожным что это не понимаешь я тоже не понимаю с привкусом креветки и яйцо то в общем прогулка по милану превратилась в фуд тур потому что мы фетишисты на эту у нас новое открытие лотус цветок лото нет не цветок корень лотос он такой вкусненький оказывается как раньше типа редиска более фэнси да еще мы попробовали баузе с свининой и я честно ожидала больше нормально ну не знаю тесто прикольное по текстуре но мне не хватило солености вот но а так чайно там короче русские пельмени ребят не нужно вам все это китайское сказать взялся нет фельмени да купили вот такую штучку там внутри орео и заварной крем сип чайно там находится прямо рядом с новым районом мы там прогулялись покачались на качелях и поехали в сторону центра чтобы подняться на террасы дома мы забрались Слушайте, я сняла куртку, правда? Людей, однако, было достаточно много, но у нас получилось сделать красивые фотографии и видео. А там и было, а вот там и не было. Вот там, ты сотребла, а там одна из башни на заднюю. В стоимость билета также входила посещение самого собора. Он просто невероятный, очень красивый. И также мы сходили в небольшой музей, посвященный ему. Компойлер на фонаре, такси. Фарауэрми пинг. Yes. Ммм, мать. Очень хорошее. Это реклама. Нет. Нет, мне платят. Это не лога, нам еще не заплатили. Можно попробовать? Очень вкусно. О, очень вкусно. А наш вечер закончился просмотром фильма про Италию. Итак, наступил последний день. У Влады после обеда были лекции, поэтому нам пришлось попрощаться уже в полдень. И у меня оставалось несколько часов до вылета обратно в Нидерланды, который я провела в центре Милана. Было очень жарко. Это был один из самых жарких дней. На мне была вся одежда. Я очень устала, вот, но я все-таки зашла поесть пиццу в одно место, которое я видела в ТикТоке. Она была очень сытная, я даже не смогла доесть. И я поехала домой. Честно скажу, было очень непривычно возвращаться не в Латвию, а в Нидерланды, потому что обычно дома меня встречали родители, а тут я чувствовала себя немножко одиноко. Но поездка получилась просто невероятная. Я запомню озеро Кома на всю свою жизнь. Спасибо большое Владочке, что приютила меня. Я была тебя очень-очень рада видеть. И всем большое спасибо за просмотр.